здравствуйте и давайте вспоминать на чем мы с вами остановились в прошлый раз мы с вами обсуждаем омега логику я напомню список ее аксиом и правил так видимо моя страничка ушла что нас с вами арифметический язык и минус константа 0 функция следования сложение умножение равенства и сравнения а также имеются счетное семейство букв обозначающих множество и значок принадлежность ты выстроиться стандартным образом а атомарные формула формула бывают трех видов ты равно с ты меньше чем с дтс и ты принадлежит мы строим формулы из атомарных формул и их отрицаний с помощью конъюнкции десемки и квадрат отрицание определяется внешним образом так что в исчислении это отрицание что построить отрицание формула мы приписываем дополнительное отрицание в каждой атомарной формуле двойное отрицание стираем и меняем двойственные связки конъюнкции десемки существование а теперь аксиомы и правила первая аксиома имеет вид гамма фир где фир истинная арифметическая замкнутая атомарная формула или ее отрицание то есть все арифметические простейшие арифметические истины равенство термов неравенство термов мы можем вывести дальше гамма где с и ты это замкнутые арифметические термо с совпадающим значением с каждой замкнутой термо имеет некоторое значение сейчас простите пожалуйста здравствуйте простить простите пожалуйста лекция сейчас правило если выведена гамма фи и гамма пси мы выводим гамма пси если выводится гамма пси и то выводится гамма пси 0 или пси 1 для единички это и то и дизъюнкция это конъюнкция стандартное правило для существования если гамма пси от т то гамма существует и омега правило для квантера общности из бесконечного набора посылок гамма фи от к к к всевозможные натуральные числа мы выводим гамма пси это правило в прошлый раз где квантера существования не произвольные термо предлагали замкнутые а номерам ну давайте это омега правило как видите правило с бесконечным числом посылок вот такая была сформулирована нами логика в дополнение к этому правилу сечения если выведена гамма фи и гамма нефи то разрешается вывести мы с вами определили да теперь высоту вывода деревом вывода является выводом является дерево в листьях которого стоят аксиомы мы требуем чтобы все ветви этого дерева были конечными тем не менее высота дерева может и не быть конечной поскольку у нас есть ветви с бесконечным ветвлением с вершиной соответствующие омега правилам и мы договорились каждой точке в таком дереве приписать некоторый счетный орденал по следующему правилу мы приписываем 0 к листьям и для того чтобы приписать орденал к заключению правила вывода мы берем супремум из орденалов приписанных к посылкам с прибавленной к ним единичкой высотой дерева вывода мы называем высоту его корня высотой либо глубиной вот таким вот образом да эта система называется па омега омега логика и мы говорим что па омега выводится фи здесь сверху стоит счетный орденал у вас внизу стоит натуральное число если имеется вывод формулы фи высота этого вывода не превосходит орденал альфа а сложность всех формул участвующих в правилах сечения активных формул правила сечения не превосходит натуральное число в прошлый раз мы с вами доказали что можно без сечений вывести все истинные замкнутые арифметические формулы чисто арифметические формулы чисто арифметические то есть не содержащие атомов вида Т предлежит более того мы доказали что вывести их можно без сечения и орденалы соответствующие выводу оказываются конечными а именно ограниченные сложностью формулы которую мы теперь мы начали с вами обсуждать возможности доказательства трансфинитной индукции в этой системе трансфинитная индукция в А Сначала мы определили что такое вполне упорядочение натурального ряда мы с вами говорим что формула х меньше ибрек техническая формула со следующими свойствами называется вполне упорядочением натурального ряда значит это арифметическая формула такая что в натуральных числах верно что для всех х неправда что х меньше х и и рефлексивность дальше транзитивность для всех х и з если х меньше и у меньше з то х меньше з линейность для всех и х равно у или х меньше у или у меньше у и последнее свойство любое подмножество натурального ряда должно иметь наименьший элемент в соответствии вот с этим порядком то есть для любого а которое подмножество n найдется такое n в этом а что для всех х без х равен n или n меньше чем этот х вот такая арифметическая формула арифметическая формула с этими четырьмя свойствами называется вполне упорядоченная натурального ряда соответственно вполне упорядочивает его в соответствии с некоторым ординалом счетным ординалом и от от меньше мы обозначаем ординал вполне упорядочено множество натуральные чиселы с порядком меньше то есть это его порядковый тип от 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 теперь мы хоть в прошлый раз мы с вами записывали примеры таких формул если вы помните да мы записывали формул порядкового типа омега плюс один формулу для порядкового типа омега плюс омега и поняли как в дальнейшем с такими формулами действиями что нам с вами теперь нужно мы собираемся доказать в по омега трансфинитную индукцию для любого счетного ордина который задается арифметической формы а именно сначала давайте сформулируем мы будем обозначать строк от икс меньше так я писала или да наоборот я писала меньше давайте писать так же строк меньше икс это формула которая утверждает прогрессивность множество икс прогрессивность множество икс означает что если икс большой содержит все элементы меньше некоторого то он содержит и сам этот элемент то есть для любого игрек если для всех z меньших y z попадает в x то тогда y попадает в вот эта формула нашего языка языка по олега называется формула прогрессивность трансфинитная индукция для порядка заданного формулы меньше говорит что если множество икс прогрессивно то оно содержит все элементы все дуральные числа теорема которую мы с вами собираемся доказать давайте я вот сюда уголочком напишу па омега выводит трансфинитную индукцию с ставить вот так немножко на место для любого такого вполне упорядочения меньше при этом здесь стоит некоторое натуральное число m а орденал которым измеряется высота этого вывода это порядковый тип орденала меньше взятый несколько раз ну и возможно еще плюс некоторое число в конце ну поскольку это верхняя граница то их всегда можно взять одинаковыми выберите из них больше это же просто верхняя граница я могу там написать к но это не будет существ а если это верхняя граница то какой нам смысл еще добавлять что-то ведь порядковый тип он же бесконечный не всегда да конечно согласно да всегда можем да как число взять побольше ну вот вот так а давайте мы эту теорему докажем а потом пойдем не теряем мы сначала докажем потом посмотрим например доказывать мы с вами вот пусть у нас зафиксировано меньше из доказательства будет видно откуда берутся и мы в пусть у нас с вами зафиксирован вот этот порядок меньше мы с вами должны доказать вот такую формулу импликации у нас с вами в языке нет поэтому на самом деле мы должны доказать вот такую формулу мы а омега выведем непрогрессивно или для всех игрек и не выжить вот это и есть перевод дизъюнкута перевод обликации ну и дальше мы поставим дизъюнкцию между ними ну и получим то что нам требуется для того чтобы вывести такую формулу нам достаточно доказать па омега непрогрессивность x в дизъюнкции что k принадлежит x где k любой номер а зачем воспользоваться омега правилом то есть если мы докажем вот это для произвольного k то по омегу правилу мы получим то что нам нужно значит вот что мы будем доказать и доказывать мы будем это внешней индукции пока но не в соответствии с обычным порядком 0 меньше единицы и так далее а в соответствии вот с этим порядком соответственно это трансфинитная индукция пока а соответствии с порядком порядком типом вот так ну давайте доказывать предположение индукции пусть зафит пусть дано к по предположение индукции по омега мы можем вывести для всех к штрих который меньше к наши дизьюкции выводим Ну, а если так, мы можем вывести отсюда и вот такую вещь. И здесь уже ка-любое. Почему это так? Давайте чуть подробнее. Вот такую дизюнкцию мы можем вывести для ка-штрих меньше ка. Просто вот отсюда, с помощью применения прорывной дизюнкции. Теперь, если не верно, что ка-штрих меньше ка, то па-омега выводит вот такое. Почему? Потому что атомарная, ну, отрицание атомарной замок формулы есть. Она не атомарная. Она не атомарная. Сейчас, если ка-штриха... Подождите, подождите, это же кривое меньше. А, это не атомарная, но это просто истинная, мы знаем, что это не может. Да, потому что это чисто арифметическая истинная формула. А мы с вами доказали, что все такие формулы выводятся. Причем без сечения с конечной высотой. Поэтому давайте я напишу здесь какой-то N, тут я напишу 0, а тут я напишу, ну, какой-то N. Вот, давайте, не N, не знаю. N у нас занято, M у нас занято, K у нас занято. Какой-то P. Которая, на самом деле, сложность вот этих формул. А раз так, то отсюда, P, A, Омега, опять же, выводится такая же дизъюнкция для K-штрих, который не меньше чем-то. Теперь смотрите на первую, на вторую формулу. Выводится в них одно и то же, но в первой формуле для K-штрих, которая меньше чем K, а во второй для всех остальных K-штрихов. Соответственно, мы умеем вывести вот эту вещь, вот эту формулу, для всевозможных K-штрихов. Теперь давайте напишем, какие у нас ограничения. Значит, здесь у нас какое-то конкретное P. Это P, это сложность вот этой формулы. Обратите внимание, она не зависит от номера K. Сложность формулы у нас нигде не учитывает сложность терма. Это фактически сложность вот этой формулы меньше. Вот я могу вместо этого P вот так и написать. Это сложность формулы меньше. А вот здесь мы должны воспользоваться, поскольку мы пользуемся предположением индукции, то вот здесь у нас, ну, некоторое ограничение. Тут некоторое R стоит. Потом посмотрим, как, откуда она берется. Здесь у нас, значит, если теперь я возьму все вот такие формулы, то их вывод ограничен вот этим вот. Я применяю омега-правила, прибавляйте единичка. А вот это все вы сможете поставить. Что? Ну, этот ординал, как появился? Этот? Из каких соображений давал? Предположение индукции. Сейчас АМ тогда тут все влачил? Ну, с каким-то М по предположению индукции где убавилось? И с каким-то М. Сейчас мы увидим, какая у нас в реальности будет сечение применяться, и увидим границу и на это, и на это, и сюда, и сюда. Значит, теперь вот мы берем формулы вида 1 и формулы 1 и 2. Это одни и те же формулы, только для разных каш-трих. И применяем омега-правила. Значит, по омега-правилу из 1 до 2 мы получаем, что в Па омега выводится здесь N, здесь вот такая граница. Тут какой-то и плюс 1. Знаете что? Давайте мы пока за этой высотой лучше следить не будем. Мы потом, когда доказательства закончим, мы посмотрим, откуда она берется. Это будет более хорошо и наглядно занято. Значит, у нас получается вот такая штука. И для всех Y, неверно, что Y меньше А, или Y меньше А. Вот так. Правильно? Иными словами, это сокращенная запись для всех Y меньше А, Y приближет X. Вот что мы доказали. Вот так. Вот эта запись просто сокращена выглядит. Теперь мы сделаем вот что. Теперь мы сделаем вот что. Давайте я выпишу большую формулу, а потом мы поймем, откуда она взялась. и небольшую секвенцию. И мы сделаем вот что. Выводимая формула. Причем выводимая без сечений. Помните? Фи и ее отрицания здесь участвуют. Мы с вами доказывали, что такие формулы все выводим и без сечений. Индукции по построению формулы мы это доказываем. Теперь аналогично. Тоже выводимая формула. По той же самой причине. Формулы и ее отрицания. Да. Это вообще-то все. Конъюнкция. Правило для конъюнкции. Берем конъюнкцию вот этого. И вот этого. А остальное наш издаку. Берем конъюнкции. Формунт. Формунт. ette. Продолжение следует... 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 Теперь здесь мы давайте... Вот поэтому... Введем квантерсуществование... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не... Не... Продолжение следует... А теперь мы с вами... Продолжение следует... 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 а его сложность очень легко посчитать и вот это и есть число которое стоит вот тут в мусор вот это число не очень большая точнее так оно зависит от сложности вот этой формулы формулы меньше сложность формулы меньше плюс еще вот это число который стоит теперь давайте посмотрим как растет вывод вот здесь это некоторое конечное число нет вот это у нас не предположение это у нас выводится истинно арифметическую значит это вот штука вот эта штука выводится с высотой просто сложность формула которая выражает меньше это наш с вами лима с прошлого раза что все истинные арифметические замкнутые формулы выводятся без сечения и высота вывода равна сложности форму вот значит вот здесь у нас высота вывода ограничено часов а вот здесь вот здесь для к меньше для к штрих меньше чем к высота вывод уже использовала лена правила вот точно так же как видите мы его используем вот тут вот где мы использовали омега правила вот где у нас фактически растет ординал настоящий потому что здесь смотрите пожалуйста здесь конечный вывод стоит вот этот довесок конечный вывод и здесь правило сечения то есть вот это редко правило сечения высоту вывода наращивает на насколько ну на какое-то конечное число тут легко посчитать она зависит тоже от сложности вот этой формулы меньше высота этого зависит от сложности вот это значит поэтому вот сюда мы не смотрим и где реально растет ординал соответствующие вывода это вот здесь когда мы применяем омега правила омега правила мы применяем вот значит мы берем вот эти высоты и вот эти высоты а вот не прибавляем единичку и берем вот эти высоты они не интересны они конечные формулы типа 2 бесконечная высота у нас возникает вот здесь а здесь соответственно мы возьмем к этому к этим ординалом для каждых попить по прибавляем единички и возьмем возник супремум получиваться соответственно в итоге мы получим вот этот ординал взятый несколько раз вот это это как раз вот завесочек которые хотят с хорошей точностью равной сложности нашим выражающей печи ну если говорить оформально то ранг нашего дырка который мы сейчас построили чему он равен он равен супремум ранков дэска штрих пока штрих которым прибавлено м плюс один для к штрих меньше чем где м и в конце ко всему этого тоже надо прибавить м прибавленное м это вот то что происходило после того как мы применили сечение здесь вот это прибавленное м это то что приход происходило вот здесь вот максимум вот из этих рангов дэска штрих плюс один это вывод вот этих формул вывод формул для к штрих меньше чем к ранг да вот эта добавочка м плюс один вот это м это вывод истинных формул неверно что по штрих меньше к для к штрих который больше чем их высота этого вывода это примерно сложность формулы меньше вот соответственно примерно сложности меньше и равен как вот этот множитель так вот это слабо так только вот тут у нас неправильно простите пожалуйста тут надо ну и теорему о трансфинитной индукции мы с вами доказать вот здесь да иначе у нас непонятно чем ну вот собственно оценка для теперь давайте давайте да тем самым теорема доказано вот для всех черных ардиналов которые мы можем представить арифметической формулы а теперь давайте для того чтобы немножко лучше понимать что тут происходит в эти обычную индукцию никакую нет асфинитную по обычному порядку типа меньше выведем посмотрим почему это работает как это работает значит что мы хотим доказать мы хотим доказать тут у нас будет с вами берем просто формулу меньше ее орденал это омега формула меньше упорядочивает натуральные числа в соответствии с орденал момент соответствует прогрессивность множество x будет говорить что если для всех z меньших у и индукция для меньших будет говорить что что мы будем делать мы сначала мы будем доказывать это не изменилось мы будем делать это индукции пока здесь трансфинитная индукция превратится в обычную индукцию значит сначала для к равному нулю для к равному нулю нам надо вывести что множество не прогрессивно или 0 ну мы немедленно выведем вот эту формулу что это переменная по множеству так же как и было да мы доказываем что если множество x таково что она прогрессивно то оно содержит все натуральные числа это переменная в красный никуда деть не может просто теперь у нас порядок понятно какой вместо этого приволк меньше то есть нормально и меньше мы понимаем как она устроена так в остальном все то же самое значит смотрите никаких к меньших нуля у нас не появится поэтому вот этот вот случай у нас с вами просто исчезнет никакого предположения индукции тут не будет а вот этот случай у нас появится у нас будет значит у нас будет выводиться вот этот марк на у нас будет выводится что если не прогрессивно Что если х прогрессивно, то неверно, что k меньше 0 Это будет выводиться вообще для всех k, правда? Ну, по понятной причине Потому что это истинная атомарная формула Ну, а поэтому? Это просто ксюл Поэтому выведем, что если х прогрессивно То неверно, что k меньше 0 Или 0 принадлежит х Ввели диспункцию То есть вывели, что вот такую вещь Х непрогрессивно И для любого у меньше 0 У принадлежит х С какой высотой, кстати, вывели? С высотой 3, правильно? Ну вот Теперь мы обращаемся вот сюда Для любого у Меньше 0 У принадлежит х Для любого у Неверно, что для любого у меньше 0 А вот это сделано с дезинкцией, что еще 0 принадлежит х здесь Мы применили... Вот она Ну, смотрите, это же импликация Если k меньше 0, то 0 принадлежит х Правда? А дальше мы применяем омега-правила Вот сюда Вот это у нас выведено для всех А дальше мы применили сюда омега-правила Причем обратите внимание, пожалуйста Что все вот эти штучки Все вот эти штучки выводятся с высотой двойка Правильно? Поэтому, когда мы здесь применяем омега-правила Все выводы, которые тут стоят Они в конечной высоте, не высотой двойка Ну и субправилом, соответственно, тоже тройка То есть мы вот эту штуку вывели с высотой 3 Несмотря на применение омега-правила Значит, вот сюда омега-правила Теперь мы смотрим сюда Ну, здесь понятно Вот эта штука выводила Здесь мы берем 0 Мы применяем конъюнкцию Вот так, да? И теперь вот сюда Квантор существования по Z Вместо вот этого 0 Встает квантор существования У любого Y А, тут и не надо было ничего Тут нужно только кривую меньше стереть Заменить на кривую Вот так вот И вот так вот Тоже вывод Конечной высоты Здесь говорится, что Отрицание прогрессивности И теперь Мы с вами Вот сюда Применяем правила сечения И получаем И получаем то, что нам нужно Не прогрессивность Или 0 принадлежит Здесь на самом деле Да все Немножечко проще Для любого Y меньше 0 Y принадлежит X Это просто выводимая формула Она даже сама по себе выводимая Так что нам вот это вот Вообще говорят И не нужно Ну, потому что Неверно, что Y меньше 0 Выводимая формула Здесь тоже применяется Омега-правило Причем очень такое Маленькое Высокое Которое доказывает Что неправда Что К меньше 0 Значит, вот мы вывели Что Давайте напишем Что у нас с вами получилось У нас с вами получилось Что мы вывели Неверно Что X прогрессивно Или 0 В смысле обычного отношения меньше Или 0 принадлежит X Мы вывели его С каким сечением Ну, с совершенно простейшим сечением Вот такой вот формуле И с какой высотой Давайте поймем В какой высотой Ну, высота примерно равна троечке Да? Вот здесь у нас с вами Высота троечка Получилась Вот здесь Здесь получилась высота Троечка Потому что Омега-правило Применяется к посылкам Высоты 2 Здесь у нас получилась высота Примерно такая же Тоже где-то 3 Да? Ну, вот эта формула должна быть Она выводится быстро Вот А эта формула вообще Все у нас Ну, раз, два, три И сечение 4 Значит, у нас высота приблизительно 4 И сложность Сложность формулы меньше Ну, то есть тоже небольшая Ну, а разве не единица? Нет, она не совсем единица Потому что на самом деле У нас сложность не формула меньше А сложность вот этой формулки с квантером Ну, она чуть больше Чем сложность формулы меньше На константе больше Да? Тут еще прячется вот этот квантер Ну, и импликация И импликация Да? Ну, на два больше А теперь, что нам дальше надо Нам дальше нужно вывести Что нет прок Меньше x И единичка приближает x Или единичка приближает x Вот следующая наша задача Вот эта вот для нуля, да? А вот следующая наша задача Она вот такая Вот Как мы это будем делать? А, мы воспользуемся вот этим Да? И к нему Из него сделаем дизъюнкцию Высота будет уже пятерка Когда я сюда добавлю Вот этот дизъюнктивный член Вот Здесь, кстати Когда я добавлю вот этот дизъюнктивный член Я увеличу сложность на единичку То есть что я сделаю? Вот давайте я хочу этот вывод Как-то собрать в одном месте Чтоб стало видно, как он делается Мы вывели с вами Конечный вывод Говорит, что Нет, рог Меньше Или 0 Вот этот вывод здесь есть Ну, скажем, д0 Да? Что мы делаем дальше? Мы строим вывод д1 Сюда мы в качестве дизъюнктивного члена Добавляем, что 0 Неверно Что 0 Меньше единицы Или 0 Примежит плюс Теперь здесь мы выводим Неверно Что Единица Меньше единицы Или 0 Примежит Да? Или сейчас Единица Примежит плюс Ну, потому что Мы выводим Неверно Что единица Меньше единицы Вот так И так все И здесь у нас То же самое Для двойки Тройки Четверки Вот давайте Я напишу К Вот так вот Тут напишу К К И теперь К И теперь вот Из этого всего С помощью С помощью Омега Я вывожу Неверно Я вывожу Неверно Меньше Х Неверно Что К Меньше Для любого У Неверно Что У Меньше Единицы Тройки Неверно Что Для всех И Меньше Как я это вывожу Как я это вывожу Я Вот Здесь Вижу Квантор Существования Вот этот И я Его Для единички Записываю Любого У Меньшего Единицы У Принято Ж Х И Неверно Что Единица Принято Ж Х Вот так Неверно Что Для любого У Меньшего Единицы У Принято Ж Х И Еще Единица Принято Ж Х Вот так У Мне Надо Вывести Я Говорю Что Я Ввожу Ее Вот Этим Вот Этой Вот Штучкой А Вот Этой Штучкой Я Ввожу Там Для Любого У Меньшего Единицы У Принято Х Или Неверно Что Для Любого У Меньшего Единицы У Принято Х Единица Принято Х Ну А Здесь Вторая Ветка Пойдет Вот Эта Формула Вот Этой Вот Неверно Что Единица Принято Х Единица Принято Х И Вот Эта Аксиома Вот Эта Аксиома А вот Эту Штучку Я Должна Вывести И Чтобы Ее Ввести У У У У Стоит Очень Конечный Вывод Вот Этой Штуки Почему Я Могу Поставить Потому Что Вот Это У Меня Уже Выведено Вот У Меня Выведено Что Для Всех У Меньше Единицы Где У Меня Это Выведено У Меня Это Выведено Вот 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 Эта Формула Правда Она У Меня Выведена В Предположение Прогрессивности Тут У Меня Предположение Прогрессивности Нет То Поэтому Здесь Я Использую То Что У Сама Эта Формула И Ее Отрицание Вот Поэтому Здесь Тоже Стоит Такой Не Очень Большой Вывод Который Вывод Формулу Вместе С Ее Отрицанием Дизъюнкции И Отсюда Правилам Сечения Правила Сечения У Меня Убирает Что Правила Сечения У Меня Здесь Так Правила Сечения У Меня Убирает Сейчас Секундочку Вот Эту Вещь Она У Меня Должна Убрать Ну Да Это Она И Есть Вот Эта Вещь И Вот Эта Вещь Обратите Внимание Это Отрицание Друг Друг Значит Они У Меня Убираются Остается У Меня Отрицание Прогрессивности Значит В какой высоте я это дело вывела Давайте посмотрим Опять с конечной Но уже побольше Видите Да Дальше я буду выводить Что Двойка Принадлежит Х И для этого я буду Вот Здесь Вот 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 в этой части Тут у меня уже появится Не только Д0 А еще Д1 Пятушка Да А вот Вот эта часть Будет работать Для АК Начиная с двойки Высота вывода Будет еще Немножку больше Тем не менее Все выводы Будут Конечной высоты И В результате Получим мы Вывод высоты Омега Ну плюс Нехтро констант Что мы делаем в конце Потому что нам очень повезло И вывести Вот такую формулу Вот такую формулу Для конкретного Меньшим Можно сразу На все Нам ее не надо выводить Если будет Надо выводить То Вывод Роспосел Хорошо Теорему Трансфинитной индукции Мы с вами доказали И следующая вещь Которую нам предстоит делать Это доказательство Теоремы о полноте Давайте ее Сформулируем Теоремы о полноте Теоремы о следующем Корректности Теоремы о полноте Факт первый Если Та-амега Выводит Гамма От х С некоторым ординалом Счетным ординалом Альфа То В стандартной модели Верна формула Для любого Х Гамма Х С замыканием По Переменам для множества Иными словами Какие бы конкретные Множества натуральных чисел Я не взяла Вместо Переменных Х Переменных подножитов Эта секреция Оказывается Истиной Напомню Секрецию Мы понимаем Как дизъем Суходящих Множеств Второй факт Если же Та-амега Не выводит Без сечения Гамма Х Если для всех Хоть эта формула Без сечения Не выводится То Найдутся Такие множества Давайте я вот здесь Поставлю двоечку Потому что Это истинность Смысленой Второго порядка Да? С квадром К переменам По множеству То Соответственно Эта формула Оказывается Ложной То есть Найдутся Такие множества Состоящие Из натуральных чисел Которые мы возьмем Вместо Переменных Под множеством Х Такие Что Гамма Для этих множеств Окажется Давайте Во-первых Как следствие Отсюда Давайте считать Что мы Теорему Сумели доказать Давайте Как следствие Из нее Получим Умедить Теорему Об устранении Сечей Если Выводится Сечением То тогда Что тогда Происходит Да Тут я должна Поставить Дизъюнкцию Потому что Об истинности Мы говорим О формулах Из дизъюнкции То в натуральных числах Вот это Полула Окажется Истинно А тогда Это утверждение Один А тогда По утверждению Два Смотрим Если истина То выводится Сечения Для Некоторого Альфа Ну и Теорема Доказна Из-за Выводимости Следует Выводимость Бесечения Мы с вами Будем Еще раз Доказывать Выводимость Бесечения Без использования Модельных методов Синтаксическое Доказательство Мы тоже С вами Приведем Потому что Нам важно Как при устранении Сечения Меняется Ординал Выражающий Висоту Давайте Эту теорему Доказывать Ну Первое Доказательство Корректности Индукции По глубине Вершины Выводим Мы доказываем Что Соответствующая Секвенция Соответственно Это Трансфинитная Индукция По Эдмординал Аксиома Очевидна Истина Достаточно Вспомнить Вид аксиом И С очевидностью Правила Выгоды Сохраняют Истинность Формулы Итак Первый Факт Очевидна Трансфинитная Индукция До Альфа По Альфа По Глубине Точки Выводим Вершины А вот Второй Факт Мы с вами Будем Доказывать Мы Предположим Что Факт Омега Не Выводит Гамма Теперь мы С вами Сделаем Больше Вот У нас С вами Есть Правила Вывода У них Есть Некоторые Контекст Все Правила Вывода Включая Даже Аксиомы Имеют Такой Вид Некоторые Посылки Гамма И Дают Некоторые Заключения Гамма И Пробегают Некоторые Интерс Вот Все Правила Имеют Такой Теперь Смотрите Пожалуйста Одна И та Же Схема Правил Дает Очень Много Вариантов Его Применения Ну Например Когда Мы Гамма Фи Гамма Си Гамма Фи Здесь Мы Говорим Что Гамма Любое Конечное Множество Формул Фи И Си Любые Формулы Значит На самом Деле Одна Эта Единственная Схема Порождает Четное Число Вариантов Как Это Правило Может Быть Применено Правильно Всевозможных Фигур Как Она Вообще Может Применяться Я Должна Рассмотреть Все Мыслимые Конечные Множества Гамма Состоящие Из Формул Все Мыслимые Фи И Написать Вот Такие Фигуры Каждое Правило Дает Счетное Число Вариантов Применения Этого Правила Правильно Мы Сделаем Вот Что У Нас Правило Конечное Число Мы Для Каждого Правила Напишем Все Варианты Его Применения А Дальше Мы Устроим Такую Последовательность Применения Правил Вывода Вариантов Правил Вывода В которой Каждый Вариант Каждого Правила Должен Встретиться Бесконечно Много Раз Вот Сейчас Понятно То Что Я Говорю Понятно Как Это Можно Устроить Ну Это Стандартный Кантеровский Метод Нумерации Декартового Произведения Двух Счетных Нож Мы Для Первого Правила Пишем Его Варианты И Каждый Из Них Раз Мы Каждый Из Них Хотим Встретить Бесконечно Много Раз То Мы Берем Первый Вариант А Потом Первый Второй Вариант Второй Вариант Берем Первый Второй 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 Третий И Таким Образом Мы Получаем Бесконечную Цепочку Всех Вариантов Всех Правил Каждый Вариант Каждого Правила Встречается Бесконечным Образом Это Понятно? Хорошо Значит Давайте Мы Это Зафиксируем Вот R1 R2 R3 Это Бесконечная Цепочка Вариантов Всех Вариантов Всех Правил Выгодных Который Каждый Вариант Каждого Правила Встречается Бесконечно Много Раз И Это Правила R И И И И И И И Гамма И Ж Это Посылки Где Ж Пробегает Некоторое Множество Ж И Ну И Получается Некоторое Гамма И Р И Т Вариант Правила Имеет Какой-то Такой В В Зависимости От Какое-то Правило Там Может Одна Посылка Две Или Бесконечную Ногу В Зависимости От Этого Ж И Там Один Индекс Два Или Бесконечная Нога Теперь Мы Делаем Следующее Мы Строим Бесконечное Дерево Если Вы Не Против Дерево У Нем Будет Расти Сверху Вниз Потому Что Проще Рисовать В Его Корни Мы Ставим Гамма Матекс То Самое Гамма Матекс Которое Было Невыводимо Дальше Все Вершины Дерево Будут Иметь Конечную Глубину И Давайте Предположим Что Мы Построили Все Вершины Глубины Н Вот Вершины Глубины Н Вот Это Глубина Их Будет Бесконечно Номер Что Мы Делаем Мы Берем Правила С Номером Н Плюс Один Берем Следующее Правило Вот Здесь У нас Стоят Какие-то Секвеции Дельта Один Дельта 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 В общем Тут стоит Некоторая Дельта Мы По очереди Перебираем Все вершины Глубины Н Пусть Дельта Вершина Глубины Мы берем Правила Р Н Плюс Один Оно Имеет Такой Вид Гамма Гамма Плюс Один А тут Гамма Н Плюс Один Житая Дельта Пробивает Житая В частности Когда мы строим Вершины Глубины Единичка Мы берем Р Первое Дальше Мы смотрим На заключение Правила У нас есть Два Варианта Три Варианта Первое Дельта Может быть Гамма Н Плюс Первым Дельта Может Не Содержаться Гамма Н Плюс Первым И Третий Вариант Даже Нулевой Вариант Дельта Это Аксиум Значит Если Я рассказываю Как достраивать Дерево Если Дельта Это Аксиум Аксиум Верс Угрывается Если Дельта Содержится В Гамма Н Плюс Первым Тогда Потомки Дельта Это Все Посылки Правила Р Н Н Плюс Первым Вот Ну С Некоторым Дополнительным Контекстом Дельта Содержится Содержится В гамма Н Плюс Первым Оно Не в точности Равно Тут Есть Дельта И еще Что-то Лишнее Значит Здесь Здесь А Нет Именно Просто Все Потомки Просто Все Потомки Просто Все Потомки А Если Дельта Не Содержится В гамме Н Плюс Первым Целиком То Потомок Дельта Единственный Это Опять Вот Таким Образом Мы Строим Дельно Значит Посмотрите Пожалуйста У нас Ветви Дерева Обрываются Только Если Они Заканчиваются Все Дерево У нас Какого Ветвления Вообще Говоря Омега Да Омега Потому Что Если Правило Это Омега Правило Да И И мы Работаем Со Случа Номер Один То У этой Ветви Будет Бесконечный Мога Хорошо Теперь Смотрите Пожалуйста Единственная Ситуация Когда Ветвь Обрывается Это Если Она Поксима Поскольку В корне Стоит Да И Переходы В нашем Дереве Происходит По правилам Вывода Если Если бы Все Ветви Нашего Дерева Были Конечными То Что Тогда Мы Получаем Вывод Значит В дереве Есть Бесконечная Ветвь Правильно Значит Поскольку Не Выводится Гамматус Отсюда Следует Что Дерево Содержит Бесконечный Ветвь На самом деле Не считая Вот этой Вот Странной Ситуации Когда У нас Ветви Повторяются Дерево Как бы И Дерево Дерево Содержит Бесконечную Ветвь Вот Давайте Ее Возьмем Вот Это Будет Гамма Ну И Это Ветвь Будет Гамма Ну Подножку Гамма Один Гамма Ноль Гамма Один Гамма Два И Нет Я Этого Не Утверждаю А Теперь Давайте Поймем Почему Все Таки Вложно А Потому Что Я Здесь Все Таки Не Совсем Правильно Написала Я Хотела Тут Написать По Другому Не Написала Это Все Это Не Совсем Все Посылки Давайте Напишем Это Все Посылки Р Н Ж С Добавленным Дельта То Есть Гамма Н Плюс Первое Ж Дельта Вот Таки А Если Дельта Не Спортят Гамма То Потом Ответ Дельта Дельта Ну На самом Деле Это Означает Просто Что Мы Несколько Расширяем Контикст Да Дельта 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 И вот Именно Из-за Этого Мы Можем Считать Что Имеет Место Вот Такая Отложность Теперь Мы С Вами Определим Гамма Омега Это Объединение Всех Гамма И вот Из-за Этого Гамма Омега Я И Собираюсь Прочитать Опровергающую Модель Мы Возьмем В качестве С Итого Множество Всех Значений Термо Т Где Т Это Замкнутый Термо И Неверно Что Т Принадлежит Х С Задержится Гамма Омега Вот Так Х Итого Какой Любой Итого Х Итого Конечно То же самое Тут Для Гамма Омега Докажем Следующую Лему Для Магер Если Фи И Пси Принадлежат Гамма Омега То Фи Принадлежит Гамма Омега Пси Принадлежит Гамма Омега Фи Принадлежит Гамма Омега Или Си Принадлежат Гамма Омега Если Наоборот Здесь Или Гамма Омега Это множество Ложных Формул Все Формулы С Гамма Омега Не должно быть Ложных Здесь То Для Каждого Номерала То Найдется Номерал Такой Что Фи Тогда Обе Найдется Такой Номер Н Что Фи И Пси Обе Попадут В гамма Энт Правильно Что Простите Что Конъюнкция Фи И Пси Попала В гамма Омега Правильно Потому Что Гамма Омега Это Объединение Теперь Гамма Энт Конечное Множество Правильно Значит У нас С вами Гамма Энт Оно Такое Там Есть Фи И Си И Все Остальное Могу Завод Написать Гамма Энт И Неважно Чем Еще Раз Это Множество Объединение То, что Формула Написана Дважды Не страшно У нас Где-то Есть Вот Такое Правило А Это Правило Вывода Наши 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 В нашем Списке Правил Этот Вариант Этого Правила Встречается Бесконечно Много Раз В частности Он встречается С каким-то Номером М Где М Больше Чем Н Правильно И Значит На М Шаге Поскольку У нас Это Множество Только Нарастает Наша Гамма Энт Будет Содержаться В Гамма Энт Да А значит Обе эти Формулы будут Добавлены Это понятно Хорошо Хорошо Так Значит Среди потопков Будет Вот такая Штука И вот Так Наша Ветвь Прошла Через Эту Точку Наша Расконечная Ветвь Прошла Через Эту Точку Значит Пройдет Либо Через Эту Либо Через Эту И Либо Фи Либо Пси Будет Добавлен На Следующем Шаге Ну А значит Попадет В Гамма Аналогично Разбираются Содержания Лема 2 Если Фи От Х Пройдет Пройдет Гамма Омега То В Эт Вер Не Фи Вот С С Вот эти множины Вторая Лемма Доказывается Индукцией По Сложности Фи Ну Давайте Заметим Что В Гамма Омега Не Может Быть Истинных Атомарных Формул Арифметических Почему Потому Что Иначе Эта Истинная Арифметическая Формула Пришла бы Из Какого-то Гамма Эт А Тогда Гамма Эт Была Б Аксиомой Атомарных Мы сейчас Про атомарные Говорим Мы базу Индукции Проверяем Значит Если бы В Гамма Эт В Гамма Омега Простите Нету Истинных Атомарных Чисто Арифметических Формул Их Отрицаний Ну Почему Потому Что Иначе Они Попали бы Из Какой-то Гамма И Эта Гамма Была бы Аксиомой Поскольку У нас Бесконечная Вет Аксиом Через Аксиом Она Аксиом Аксиом Дерево Бравится Теперь Неарифметические Атомарные Формулы Они Имеют Вид Какой Они Имеют Вид Вот Такой Либо Т Принадлежит Икс Итому Либо Т Не Принадлежит Итому Правильно Неарифметические Атомарные Формулы Они Вот Такие Их Отрицание Но Мы В С Итую Положили Только Да Одновременно И формулы Ее Отрицания Для Двух Термов С Одинаковым Значением Попасть В Гамма Амега Могут Потому Что Они Попали В Какую Гамма Итую И Эта Гамма Итая Была Аксиомой Значит Если Мы Положили Значение Терма В Т Во Множество С Итая Да То У нас Встречается Вот Такая Штучка Для Терма С Таким Значением И Не Встречается Позитивных Утверждений Для Терма С Таким Значением Ну А Поэтому Эта Атомарная Формула Ее Отрицание Будет Истинным Вот Ну Соответственно Если Это Отрицание Атомарной Формулы Ну Будет Ложным Дальше Что Дальше Стандартная Индукция И Для Этой Индукции Нам Собственно И Нужна Предыдущая Лема Если У нас Конъюнкция Попала В Гомомила То Попал Один Из Конъюнктивных Членов Его Отрицание Истина Значит Конъюнкция Ложна Ее Отрицание Истина Если Дезъюнкция Попала В Гомомила То Туда Попали Дезъюнктивных Членов Значит Их Отрицание Истины Значит Отрицать Дезъюнктивную Истину Ну И Так Лема И из нее напрямую следует теорему о полноте. Мы построили такие множества, для которых соответствующая формула оказывается нужна. В следующий раз нам с вами предстоит доказать теорему об устранении течений синтаксически и посмотреть, что происходит с выводом, из глубиной вывода при устранении течения. Ты сам себе здесь застрелился в таких доказательствах. Нет, нет, нет. Но оно же очень неявное. Конечно. То есть мы модулируем, по сути, все возможные выводы вот этой гаммы икс. Да. И вот из этого многообразия выбрали две, то есть это довольно неявное. И потом из него уже построили эти цинги, проверяющие. Реально это вычислить? Ну, вообще, реально вычислить что-нибудь для арифметики или для логики первого порядка крайне нечасто удается, да? Это неразрешимые теории, поэтому мы не претендуем на то, что у нас алгоритм. Тем более, ну и сама омега-логика у нас выводы бесконечные, да? В бесконечных деревьях. Что уж тут говорить, что хорошее тут можно. Если вопросов нет, то мы с вами закончим. Спасибо. Спасибо.